Небольшое дополнение к разбору переворотов мяча и тому движению, которое у нас называется миссий флор. Напомню, что вот этот переворот мяча мы считаем флорео, вот этот переворот мяча в обратную сторону мы называем дливерс флорео, по крайней мере в нашем перейти, это так. Вот это, это тот же самый переворот мяча, только перед собой и есть еще движение, когда вы делаете один переворот мяча, убираете мяч вниз, разворачиваете, сделаете второй переворот мяча, поднимаете наверх и оттуда заводите и зацикливаете это движение. Вот это у нас миссий флор. Сильно подробно его разбирать не буду, на самом деле вы можете поискать аналогичные вещи в каких-то других стилях, возможно файл-шоу, по планкировке или еще где-то. По мячам, по нашим мячам, у меня, именно видение моего коллектива, я даю то, как видим это, как мы. Движения немного отличаются, допустим, от той же самой планкировки, но это связано с тем, что мячи у нас изогнутые, тяжелые и у них широкое лезвие. Поэтому самое главное, за чем нам нужно следить, это за тем, чтобы мяч шел в плоскости зрителя, чтобы он у нас не опрокидывался раньше времени вбок, куда-то. Но опять же, это еще дополнительная нагрузка на запястье. Мы ведем мяч вперед, переворачиваем его либо в горизонте, либо есть еще вариант, перевернем сразу наверху. То есть вот это движение сделать, пока мяч находится вертикально. Но в любом случае, зритель всегда будет видеть вот такую более широкую часть, чем вот эта. Я делаю вот этот переворот больше в горизонте. Потом мяч уходит наверх, наверх уходит за спину. Здесь, то, что мы называем мяч и хвост, у нас хвостик машет по полу, как будто подметает пол. Когда мяч уходит за спину, там очень небольшое движение мы не поднимаем, этот хвост наверх. Почему? Потому что мы танцуем так правильно с партнерами, а не соло. Дистанция у нас достаточно близкая, практически сохраняем отверстие, дистанцию, то есть это дистанция вытянутой руки. Если добавить туда еще объемное движение мячами, то, в общем, это становится странно опасным. Поэтому вот это движение у нас делается практически по полу. Раз, два. И вот маленькая петелька такая сзади, кружочек, как будто бы я что-то на земле там нарисовала. Вот это и есть хвостик. А потом заводим мяч вперед, либо заводим его опять сюда же, на это же движение. Либо еще переворачиваем наверх и поднимаем. Можно встретить вариант про фалкировки, когда вы делаете это движение. Вот этот хвостик, он там не маленький, а он идет прямо наверх. И, в общем, получается ощущение, что сзади еще одно кольцо. Это не ошибка, это другой вариант. Вы можете это действительно чем-то делать, если хотите, пожалуйста. Я опять же повторюсь, что то, что делаем мы, это наше видение, как вот наш коллектив танцует. Мы с девочками так обсудили и решили делать так. Дальше. Вот отсюда движение наверх. У нас тоже есть два варианта. Один из них я уже вроде бы показывала. Второй, он у нас пришел со временем. Когда вы завели мяч назад, вывели вперед. И вот отсюда, если вы не делаете дополнительного переворота, все, в общем-то, в порядке. У вас пока можно пройти на уровне солнечного сплетения. И повернуться снова туда, на переворот. Вот будет такое движение небольшое. Или может пойти прямо наверх. Второй вариант. Если у вас низкий потолок, вот это может не прокатиться. Когда я занимаюсь дома, веду дома уроки. У меня там люстра и, вообще, хотя она не почущая, но, тем не менее, задевать им не хочется. Я делаю вот этот вариант. Когда я занимаюсь в зале, здесь я могу поднять меч. И мне надо, допустим, подпрыгнуть, чтобы достать на потолках. Кто-то повыше, он легко достанет от этого потолка в меч. Но, тем не менее, не задевает потолок, даже делая вот это движение над головой. Вот, наверх. Вот вам два варианта такого простого. Лесила хвоста и более пентрюжный вариант. Когда спереди вы делаете еще одно движение наверх. Здесь тоже есть один вариант для низкого потолка, один вариант для высокого потолка. Сейчас мы, в основном, делаем именно второй вариант. Где-то в предыдущем уроке у меня записано как раз первый. Раз, два, три, четыре. Вот отсюда вы довели меч. И отсюда вы можете выйти, знаете, ощущение вот под затылок. Это как раз вариант низкий потолок. Ваш меч проходит над головой. И отсюда вы снова его опускаете и ничего там не задеваете. Перевернули. И меч идет в сторону вашей головы. Только что предусмотрительно так вот зеркало приподнимите руку, чтобы он прошел над головой. Не зайдите себе по голове. Развернулись и вывели вниз. Давайте со стыней покажу. И раз, два, три, четыре. И вот он пошел вместе со мной. Второй вариант. Если у вас объемы пространства позволяют. Вот уличный вариант очень хороший. Вот отсюда. Меч не останавливается в горизонте, а летит вверх. Как будто вам вновь. Отсюда он просто, вот руку поднимите повыше. Но не заводите ее за голову. Сразу поднимите. Я вижу свою руку. А меч просто падает назад, и я за ним поворачиваю. Все. И тогда создается ощущение, что сверху еще одна петля такая получается за головой. Самая частая ошибка здесь, это попытка убрать руку вот туда за голову. Ну, это даже бывают успешные попытки. Или убирают руку за голову. Но смотрится это очень напряжно, на мой взгляд. На мой взгляд. Может вам нравится. Я предпочитаю руки держать всегда перед собой, когда работают с мячом. Чтобы они всегда греют где-то вот здесь, максимум. Это вот центр головы. Уже дальше назад, туда руки не заходят. Так что вот. Раз, два, три, четыре. Наверх. И он просто падает, и я вместе с ним поворачиваю. То есть я ничего не делаю. Вот он был режущий кромко на меня. Я слегка расслабила руку, он начал падать туда. Я развернулась, и дальше мне осталось запустить его. Сжать пальчики, задать инверсию его центру, и начать отпускать лбу. Все. Можно сделать дальше тяжелым мячом. Вот я сейчас работаю мячом, опять же, по-дистанским. То есть он весит кило двести, кило триста примерно, там тут минус. Можно делать легкими мячами, 700-800 грамм, 200 грамм, там где-то скорость выше. Но в любом случае лучше работать относительно центра тяжести и оружия. Это безопаснее для ваших результатов. Расслабляйте руку, двигайте руку вокруг центра мяча, запускайте центр мяча и двигайтесь за ним. Отпускайте мяч. В общем, берегите свои мышцы суставов. Еще раз. Раз, два, три, четыре. И вот наверх. Видите, ощущение, что мяча от меня на голову упадет. А еще, видите, уже до 5 начинает сгибаться, что не очень удобно. И вот он панет, я выпускаю, теперь сгибаться не надо. И рука, обратите внимание, она у меня за цену не вышла. А теперь, вот я сжимаю пальчик и мяча идти наверх. А теперь. Вот. 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 Спасибо.